Ребятульки, всем привет! А барахольщик в страшном гневе. Мне хана, короче. Я провожу, наверное, этот ролик последний, наверное, раз. Не знаю, если повезёт, останусь ещё на несколько дней. Начинаем анонс именно товара, именно новинок, что принесли нам прихожане, от которых барахольщик в страшном гневе. Несут всякую ерунду, короче. Ощущается, как будто мусоросвалочная контора открылась в городе и решили заводяжить сюда весь хлам, который не заводяжили в утилизацию отходов. Решили принести и захерачить. Я не знаю, с чем это связано и что будет дальше, но мы начинаем обзор. Обязательно подпишитесь на канал с вами Василий Магазинов. Ну, со всех сил, изо всех. Просто начинаю. Шляпка, да? Хорошенькая. Граждане, граждане. Хорошая шапочка. Будьте бздительны. Если есть возможность, приобретите её летом, иначе мне конец. Вот. Дальше много выравнивателей интересных и ненужных. Скорее всего, кто выравнивает крышки в наше время? В 2020 году их никто даже не покупает, новые крышки. А тут ещё выравниватели. Их достаточно много принесли. Сказали, бери, пацан. Не пожалеешь. И вот и взял, короче. Я не при делах, а пацан наш барахольщик взял так, не глядя. Поверив на слово сдавателю, который принёс эти вещи, гаджеты какие-то ненужные. Губозакаточные машинки, скорее всего, пригодятся теперь барахольщику, чтобы губу не раскатывал. А то я, как посмотрю со стороны, совсем пацан взлетел. Хоть я и не особо на него гоню, но тем не менее он оборзел просто в корень. Хороший сервиз тоже, скажу вам, сказали, новый. Я лично верю, а барахольщик начал верить. После теперь в гневе, потому что его нахыталы как раз на конкретную сумму монет. Я вам буду показывать, продолжать дальше. После барахольщика я погляжу, всё валяется вверх дыном. Переборка от него конкретно дикая. Щипчики такие для пирожков. Ловить пирожки в раскалённом масле. Хорошенькие такие. Будет такой кошелёчек женский, интересный вам. Ну, я думаю, интересный. Забирайте. Очки будут красивые, пожалуйста. Всё будет в этом новом обзоре. Только на следующий день, скорее всего, порадует барахольщик вас с интересными новинками товара с ценой. Часики такие будут. Чайничек хорошенький. Ляньте. Скорее всего, литра на полтора. Тут поразбрасывал. Тут тоже собачка. Дога какой-то. Тяжёлый такой весь, интересный. Такая вот мельница. Молочник необычаемой красоты какой-то. Он просто идеальный. И вот тут чистенько тоже всё аккуратненько. Отложу-ка я его аккуратно в сторону, чтобы не разбить. Вот такая мельница будет в скорейшем обзоре. Дальше, что здесь будет в сумочке? Вот тут будут маленькие миньончики. Вот такие две штучки. Они новенькие. Горшочки маленькие. Вот такая вазочка будет с небольшими очерблинками. Дальше, что ещё тут будет? Ну, вот такая будет интересная вещь. Полноценная советского образца. Если хотите, всё для вас. Сумка сама по себе будет. Такие вот тарелочки будут интересные. Пылесос будет ненужный, скорее всего. Хотя сказали, новый советского образца. Пароходщик вскрыл коробку. И я слился, словно дым. Так орал. Я так никогда не слышал. Тканюшки будут. Такие вот тканюшки. Турочка интересненькая. Наливная. Новая. Вот таких тканей будет, видите, сколько много. Достаточно. Ой-ой-ой-ой. Упало. Упало всё у меня здесь. Так вот поправлю. Ай-яй-яй-яй. Что ж мне сейчас? Пароходщик. Такая вот плойка. Такие вот ткани. Очки интересные. От солнца, естественно. Вазочка будет маленькая. Фен маленький. Тут всё будет маленькое, которое вас должно больше всего радовать. Чем меньше деталька, тем она дороже. А почему? Я не знаю. Вот статуэтка тоже статуэтки рознь. Больше материала на статуэтке налеплено, а цена дешевле. А меньше статуэточки маленькие. Они дороже стоят. Почему такая несправедливость? Я не знаю. Бобиночки такие хорошенькие тоже будут недорого вам представлены на обзоре. Поэтому, если вы захотите что-то предпринять сейчас, вы перед тем, как бронировать, лучше спросите, когда же будет обзор по данным побинкам, по ниткам. Вот эти вот штучки зелёного цвета. Пароходщик может вам отдать по 300 рублей за каждую. Они большие, стандартные для переноски ваших вещей. Может даже консервировать можно будет и вывозить. Вот так вот, собственно. Хороший товар, как по мне. Что барахольщику не понравилось? Я не знаю. Тут если разобраться. Много интересных вещей. Мусором даже и не пахнет. А я уже расстроился. Думал перчатку побольше взять, чтобы не вляпаться в очередное говно. Поэтому и видите, как не так страшен чёрт, как его умолюют. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки моему видео. До новых встреч, дорогие мои зрители, наши подписчики. Всем пока. А-а-а. 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 Продолжение следует...